Доброе утро, дорогие друзья! В эфире программа «Семейный доктор». Я приветствую вас. Ну, и начиная сегодняшнюю передачу, я хотел бы пожелать вам здоровья, полную чашу. Но ведь надо только помнить, что эту самую чашу наполнять здоровьем нужно нам самим. Вот эти вот несколько передач, последние две передачи, которые были посвящены, на мой взгляд, самой острой проблеме человеческого здоровья и современной медицины, проблемы свободных радикалов и как нам с ними жить, со свободными радикалами, в ситуации, при которой мы с вами отделить их друг от нашей жизни не можем уничтожить, не можем в силу того, что они существуют в нас именно тогда, когда мы с вами живем. А вот то, что в последнее время, по крайней мере, за последние, наверное, 5-6-7 лет, практически исследования, связанные со свободными радикалами, появились практически во всех специфических, специальных областях медицины и в онкологии в первую очередь. В онкологии в первую очередь рассматривается вот эта проблема, связанная с жизнью, с вот этой страшной работой внутри нас, тех самых свободных радикалов. Потому что, посмотрите, вот, скажем, эффект от приема витаминов Е, В, витамина С, витамина А, он как раз и определяется тем, что эти витамины способны сактивировать работу нашей внутренней антиоксидантной системы. То есть, по сути, способствовать борьбе против свободных радикалов. И таким образом эти витамины становятся профилактами развития онкологического процесса. Ну, то есть, исследований этих очень много. Именно поэтому я позволил себе вот две передачи подряд приглашать сюда, ну, на сегодня, пожалуй, самого такого сведущего специалиста в области вот такой вот странной области, межграничной и пограничной области химии, физики и медицины. Недавно ведь вот за последние 15, наверное, лет всего лишь биохимическая физика, по сути, ядерная физика особого направления получила самое, так сказать, пристальное внимание и самое, так сказать, активное развитие. Потому что вот в этой области, соединяющей себе естество, знание практически во всех его проявлениях, наверное, и находится корень, зерно нашего спасения. Ну, а сегодня мы продолжим с вами нашу практическую работу. Я напомню вам, что мы с вами уже договорились, почему нам нужно с вами пить воду. Вот я вчера смотрел книгу замечательного доктора, замечательного доктора, которого я лично знал. Это профессор, доктор медицинских наук Олег Павлович Панков, офтальмолог. И, читая его книгу, я наткнулся на какую-то такую странную мысль. Мы не один раз с ним обсуждали вот эти проблемы, связанные с самоосцелением, с самовосстановлением, с самореабилитацией человеческого здоровья. Всего того, что Олег Павлович был достаточно авторитетным ученым, доктором, медиком, лечащим врачом, его точка зрения для меня была чрезвычайно важна. Ведь все-таки, понимаете, программа, связанная с самовосстановлением, с реабилитацией здоровья, которая крайне нужна, и с тем, чтобы эта программа еще не зависела, так сказать, вот уж в такой прямой зависимости не находилась от непосредственно лечащего врача. Это ведь проблема очень серьезная, очень важная, очень нужная нам с вами. И я в свое время консультировал ее у Олега Павловича, и вот тогда вчера начал читать, так сказать, его книгу, и понял, что мы с вами движемся в абсолютно правильном направлении, даже если учесть как бы специальность, которой мы как бы меньше всего, наверное, отдавали дань. Я имею в виду офтальмологию. Выясняется, что вот с точки зрения Олега Павловича, доктора медицины, профессора, что без воды восстановить, скажем, зрение, нормализовать зрение при глоукоме, при катаракте, развитии катаракты, при различных других нарушениях, ну, кроме, пожалуй, так сказать, атрофии зрительного нерва, наверное, который должен заниматься специалист. Нельзя. Без питья воды. Нельзя. Как выясняется, нельзя. И у Олега Павловича с точки зрения офтальмологии целый, так сказать, ну, анализ ситуации, связанный вот с теми самыми странными частичками, живущими в нас, которые называют свободными радикалами. Оказывается, именно они приводят к тому, что наши глазки перестают нормально видеть. Почему начинает развиваться глоуком, почему начинает развиваться внутри глазное давление, почему начинается отслоение сетчатки, почему начинают образовываться катаракты. Оказывается, в основе этих процессов тоже лежат свободные радикалы. Проблема заключается в том, каким образом этот вот свободно-радикальный процесс внутри нас, который от нас мало как зависит, вот как все-таки нам его самим поставить под контроль и не дать ему развиваться до патологических вершин, когда начинают развиваться самые разные направления. Ведь, по сути-то, все, если так представить себе, все очень просто. Вот я бы очень хотел, чтобы вы это поняли, что страха-то тут нет, не должно быть, потому что это единственное, с чем мы с вами не можем бороться. То, что не позволяет нам бороться, не позволяет нам восстановить себя. Это страх. Страх перед чем-то таким, с чем я могу не справиться. Мы должны с вами понимать, что возможности наши внутри, наши силы, они огромны. И надо только две вещи включить. Убрать страх из вот этих вот ситуаций. И второе. Помнить, что у вас всегда рядом есть помощь. Во-первых, так сказать, основательность и твердость жизни нашего собственного организма. Во-вторых, в конце концов, рядом всегда есть врач. Который уж в экстренной ситуации точно совершенно поможет. Так вот, как же нам с вами научиться вот это... А процесс ведь очень простой. Вот живет себе молодой человек, красивый, молодой, сильный, здоровый, там, или очень симпатичная, яркая девушка, так сказать, на которую заглядываются все мужчины. Вот ходят два таких человека по земле. И, так сказать, каждый из них сам по себе и хорош, и целен, и все. Но самое главное, это как бы носители, в дальнейшем продолжатели нашей жизни. И дети у них тоже должны быть здоровыми. Ведь они же не думают о том, что где-то у них там образуются какие-то потоки свободных радикалов. Да и надо ли об этом думать? Так о чем надо думать, чтобы у этого молодого человека или у этой вот нафантазированной нами девушки через, там, скажем, после 25-26 лет не начнут формироваться эти самые всяческие неприятные моменты, которые потом разрушат их и превратят в развалину. Я так сказать... Ведь как все происходит? Вот появляются эти самые свободные радикалы. Каким образом они появляются, мы с вами разбирали уже. Если будет необходимо, вы спросите, я наполню. Но дело не в этом. Вот и количество этих свободных радикалов внутри нас начинает нарастать. А с нарастанием свободных радикалов у нас что происходит? Где происходят, в первую очередь, изменения? Понимаете, вот гениальность-то Залманова в том, что не рассуждая о свободных радикалах, он как бы предопределил самое вот то звено, без которого ни один патологический процесс, ни одна болезнь не развивается. Это изменение сосудистого ложа. И в первую очередь не крупных сосудов, а мелких. Когда в этот процесс уже как бы начинают входить крупные сосуды, наши аорты, наши крупные вены, вот тогда это уже совсем беда. А поначалу-то это нарушение микроциркуляции, нарушение работы капилляров, нарушение венул, артериол работы. Вот где начинаются все нарушения. И там начинает формироваться, именно в этой части сосудистой системы, начинает формироваться ишемическая болезнь. Вот так надо называть. Без применения к состоянию сердца. Понимаете? Потому что ишемия у нас существует не только в области сердца. Ишемия это состояние печени, почек, поджелудочной железы, надпочечников, простаты, матки, сердца, легких. Понимаете, что такое диабет? Это ишемия поджелудочной железы. Понимаете? Это ишемическая ситуация тогда, когда сужено, резко уменьшилось внутри сосудистое пространство на уровне мелких, средних и мельчайших сосудов наших. Вот оно резко сузилось. И когда поступление крови, кислорода и питания к этим органам, скажем, почкам, оказалось недостаточным, точно так же, как и к сердцу. Ведь ишемическая болезнь – это ничто иное, как недостаточность питания и обеспечения кислородом самой сердечной мышцы. В счет, за счет нарушения микрокровотока. В самой сердечной мышце. Что мы лечим тогда, когда мы лечим ишемическую болезнь? Что мы лечим таблетками? Что мы восстанавливаем? Что мы блокируем? И вот это вот ишемия и приводит к нарушению потом в потоке пучка ГИСа. Появляются аритмии. Появляется, так сказать, разрушение работы сердца. Появляется гипертония. Появляется, так сказать, различное нарушение, связанное уже с гипертрофией желудочков сердца. А в основе вот эти крошки, свободные радикалы, да, которые и приводят к этим изменениям, касающимся всего нашего организма. Вот еще почему симптоматическая терапия, никогда не может дать человеку вернуть здоровье. Его симптоматическая терапия, к сожалению, не учитывает общего состояния нашего с вами. Итак, как нам в этой ситуации быть? Значит, мы с вами договорились о том, что вы начинаете пить воду, да, так сказать, глоточками набираете те самые два с половиной литра воды в день обязательно. Теперь, друзья мои, мы с вами договорились, что мы с вами должны будем обязательно сделать чесночную настойку. Или тибетскую чесночную настойку на спирте. И начинаем в это время, начав принимать воду, увеличивать количество воды потребляемой, мы с вами начинаем использовать тибетскую настойку. Напоминаю вам, что вот эту спиртовую настойку чеснока по тибетскому рецепту можно использовать не более двух раз в год. Есть такое ограничение. Есть даже, так сказать, в литературе, есть информация о том, что, в принципе, один раз в пять лет, но это для здорового организма. Для здорового, для молодого, для сильного организма. Если человек не хочет, чтобы у него вот такого рода проблемы развивались, вот ему достаточно раз в два, в три года пропить один раз эту настойку. Да, вот она его защитит от многого-многого. Тибетская настойка, которую мы с вами решили делать, решили предпринимать. Безусловно, так сказать, есть моменты, связанные с физиологическим очищением организма. Ведь, по сути, освобождение или очищение нас с вами от свободных радикалов это первый этап того самого физиологического, наиглавнейший физиологического очищения организма, о котором идет речь. Именно оно восстанавливает нам здоровье. И вот что еще дальше происходит. Понимаете, вот это вот физиологическое очищение, оно никакого отношения к клизмам не имеет. Поэтому, так сказать, клизмы и свободные радикалы, вот эти частички, которые живут доли секунды внутри нас, и при этом делают такую страшную, разрушающую работу. Вот по статье у Олега Павловича в книге есть статистика. По этой статистике, каждая вот такая вот живущая мгновение, активная частица внутри нас, так сказать, приводит, создает около тысячи разрушений. Вот в том микромгновении, в котором она живет, да, на уровне клеток внутри сосудов. Тысячи! Представьте себе, какое количество этих холестериновых заплаток появится в этих сосудах. Понимаете? Вот ведь какая интересная вещь. Не надо заниматься никаким освобождением от холестерина. Лишний холестерин уйдет сам. Потому что, так сказать, давно известно, что никакие противохолестериновые препараты, к сожалению, эту проблему не решают. А если решают, то в пределах 5-7% снижения холестерина, что не является для нас с вами решающим. А решающим для нас с вами вот что должно быть. У нас есть такое положение. Сочетание жиров высокой плотности, липидов высокой плотности и жиров низкой плотности, липидов низкой плотности. Вот их соотношение должно быть одно к двум. Соотношение липидов жиров низкой плотности и жиров высокой плотности должно быть одно к двум. Вот в этой ситуации у нас с вами внутри количество образовавшихся свободных радикалов резко падает. Вот это один из приемов. Как нам с вами вот этот баланс по жирам высокой плотности и низкой плотности, вот тех самых провокаторов, да, так сказать, двухсторонняя такая провокация образования свободных радикалов, вот нам как этот баланс сохранить в организме, восстановить его. И вот тут все очень просто. Вы понимаете, это удивительно. Это такая красивая мать наша, природа. Красивая. Как она все потрясающе предусмотрела. Ведь вы посмотрите, как интересно. Казалось бы, вот от этого свободно-радикального процесса должна была погибнуть все растения на Земле. Ведь там, смотрите, какой потрясающий процент. Они и дышат, зеленые наши, братья-то, маленькие. Они и дышат. И они кислород создают и отдают всей планете. Дают возможность дышать нам. Дают возможность нашему организму производить ту энергию, которая делает нас горячими, сильными. А сами не погибают при этом. И вот что поразительно. Как раз природа наша, да? Вот она-то и создала, воспитала в растениях, в зеленом мире, который нас окружает, по сути, даст самую фантастическую защиту против свободных радикалов. Вот посмотрите, что защищает нас внутри от них. От этих свободных радикалов. Витамины защищают? Да, известно. А, Е, А, Б, И, С. А, Б, С, Е. Вот эта группа витаминов, антиоксидантов защищает нас. Целая группа ферментов, которые мы сами для себя создаем, наш организм создает, которые защищают нас от ферментов. Вот та же самая каталаза и супероксид дисмутаза. Это вот те ферменты, которые создают защиту внутри нас. Микроэлементы, необходимые абсолютно электролиты, которые создают защиту внутри нас, антиоксидантную. Что это за микроэлементы? Селен, известно. Цинк, известно. Скажем, Германий, известно. Кальций, известно. Калий, известно. Я могу перечислять практически всю таблицу Менделеева. И все эти микроэлементы электролита, они входят вот в эту вот группу антиоксидантной защиты. Без них организм не может справиться с этой задачей. Но ведь мы не можем с вами взять кусок цинка и жевать его. Ведь нам нужен органический цинк. Нам нужен с вами органический кальций, а не тот, который, так сказать, продается под опять очередным ярлуком. Супер, там, защита от дефицита кальция. И, главное, неизвестно, когда принимать эти пищевые добавки. Когда это, так сказать, когда кальция уже нет или кальция избыток. И самое главное, что об этом даже никто и не задумывается. О том, что зачастую при остеопорозе у людей в организме огромное количество кальция не используемого. О, понимаете, он лежит просто кусками этой же соли, там, щавелевой кислоты, молочной кислоты. Понимаете? А с ним-то что делать? Зачем же тогда вот из вне-то брать какой-то, так сказать, кальция, который надо добавлять с тем, чтобы вот эти отложения солевые еще и усилить в себе. Понимаете, вот это вот все надо понимать. Поэтому мы с вами, начиная вот эту программу, должны помнить, что нам нужно практически все, что есть в этом мире. Вы только не пугайтесь, пожалуйста. Для того, чтобы вот эту вот ситуацию, связанную с нашим внутренним врагом, разрушающим, убивающим нас, справиться. Что для этого нам надо с вами? Про воду мы с вами поговорили. Про антиоксидантную настойку чесночную тибетскую поговорили. Теперь посмотрите. Есть один момент, невероятно важный, и о котором никогда ничего не говорят. Никогда, нигде, никому. А обращать внимание, особенно людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, а мы ведь сейчас об этом классе заболеваний говорим, очень надо знать об этом, очень надо. Я вам напомню, вы об этом знаете, но я вам напомню, что у нас с вами два круга кровообращения. Большой круг и малый круг. Вот малый круг довольно часто называют сердечным кругом кровообращения, или легочным кругом кровообращения. То есть, это вот тот самый, как бы, та самая удивительная замкнутая система, в которой включено и сердце, и легкие практически соединены напрямую, которые соединяются они напрямую. И это очень важный момент. Дело все в том, что мы-то вот все говорим об артериях, которые там снабжают наш мозг, о сосудах ног, о сосудах печени, о сосудах подчревных, так сказать, вот, скажем, печеночной вены и так далее. И никогда не говорим, как бы забыли об этом вот малом круге кровообращения. Но ситуация, которая вот называется словами сердечная астма, есть такое понятие, очень тяжелое. Да, если грудная жаба, они определяются в первую очередь состоянием вот этого малого круга. Ну, хорошо. Мы с вами, так сказать, вот, проблемы, которые определяются, скажем, большим кругом кровообращения, да, состояние периферического кровотока, микроциркуляции, капиллярного кровотока, можем поправить достаточно основательно, поправить с помощью ванн, предложенных доктором Залмановым. Да, это очень хорошо можно сделать. Но, скажем, а как же быть с этим кругом? И вот в свое время, опять же, тот же самый. Александр Соломонович Залманов предложил горячие грудные обертывания, которые специализируются как раз на состоянии легочного круга. Вот сегодня существует огромное количество людей, которые все время немножко подкашливающих, у которых все время вот существуют здесь как бы некоторые в легких, как будто бы какие-то пробки. Им тяжело дышать. Очень часто вот здесь, вот в нашем, так сказать, на уровне желудка и чуть ниже на уровне солнечного сплетения все время возникает как будто бы какая-то пробка, вот какой-то застой, какой-то такой тормозящий пояс. И это у многих людей, особенно тех, кто на лекарствах, у которых высокие цифры давления, у которых нарушение ритма, у которых нарушение, связанное с работой вот той самой сердечно-сосудистой системы, в общем таком названии, и которое не дает им жить. Как им быть? И вот в свое время Александр Соломонович Залманов предложил горячие грудные обертывания. Как они делаются? Вы делать их будете через день, можно через два, в зависимости от состояния. При этом все-таки надо всегда помнить, что при проведении этих самых грудных обертываний нужно все-таки соблюдать достаточную осторожность. И если у вас вот на сегодня связано с метеоусловиями или с какими-либо другими причинами, резко скакнуло там, скажем, давление вверх, или, так сказать, вот как-то уж очень выявляются вот эти вот крайние степени ритмических нарушений сердечной деятельности, сегодня они делают, перенести на следующий день. Но проделать 10-12 таких обертываний надо обязательно. Потому что это единственный способ, который позволит нам обязательно, да, вот восстановить вот активность легочного или сердечного круга кровообращения. Как они делаются, эти самые грудные обертывания. Я с собой принес сегодня обязательно на эфир вот эту книгу «Тайная мудрость человеческого организма». Александр Соломонович Золоманов, мне очень повезло. Вот это такая книга, она редкая. И здесь есть описание грудного обертывания. Итак, вы берете два длинных махровых полотенца. Длинных. И причем, так сказать, вот если они новые, эти махровые полотенца, их надо раза два простирать, чтобы они вот эту жесткость свою потеряли. Дальше, что вы делаете? Кладете одно на другое, складываете пополам, но не поперек вот так пополам, а складываете вдоль, по осевой. То есть, не вот так вот поворачиваете страницу, а вот так вот складываете полотенца. Вы кладете их одно на другое и складываете по осевой. Так, теперь еще нужно два других, еще два широких и жестких махровых полотенца, которые точно так же надо подготовить и тоже сложить вдоль. Запомнили, да? Одна стопочка у нас с вами, два махровых полотенца, и другая стопочка, два махровых полотенца. Длина этих полотенц, даже там, ну, самые длинные полотенца надо брать, вот есть там по полтора метра. Вот такие, чтобы они, так сказать, были пригодны для обертывания. Вот такие вот полотенца. Значит, как обертывание, так сказать, проводится? Вы один конец, вот вы сложили, положили эти полотенца, да? Дальше, так сказать, вы ложитесь на одно из этих полотенц. Правый, скажем, так сказать, край этого полотенца закладываете под левую подмышку. Вот спина у вас лежит на сложенном полотенце. Вы берёте левый край, закладываете его под мышку, а правый край закладывается поверх этого полотенца, уже положенного, да? С тем, что этот второй конец уйдёт под левую подмышку. Вот техника обертывания. Ничего сложного в этом нет. Понимаете, вот получается такая вещь, что вот здесь на груди у нас с вами получается не один слой, а четыре слоя полотенец, да? Вот спина у нас, как бы с вами, она под одним слоем, а вторая спина, вернее, а сверху на груди у нас четыре слоя вот тех самых полотенец. Четыре слоя. Дальше нужно обязательно взять шерстяное одеяло. Сложить его в четыре раза по длине. Вот у нас же одеяло, оно тоже такое же, вот оно как бы прямоугольное, да? И мы его вот таким вот образом складываем четыре раза. И потом его сворачиваем такой, как бы валик. Вот это вот сложенное шерстяное байковое одеяло. Дальше что? Следующий шаг. Вот то, что нужно подготовить. Мы с вами договорились. Мы взяли с вами два больших махровых полотенца первый раз, два больших махровых полотенца второй раз. И мы взяли с вами тонкое байковое шерстяное одеяло, свернули его в четыре раза и свернули в валик. Теперь мы должны с вами еще взять два полутораметровых таких же длинных вафельных полотенца, да? Не таких толстых, как махровые, а вафельные. И положить друг на друга вот этими полотенцами, я имею в виду вафельные полотенца, да? Сложить их точно таким же образом и обернуть вот этими сухими, пока сухими полотенцами, обернуть, нужно обернуть обязательно опять точно так же, как и махровыми. То есть вы должны спиной лечь на вот эти сложенные махровые полотенца, один конец завести под правую подмышку и правый конец завести под левую подмышку. Вот начало грудного обертывания. То есть по началу мы с вами два сухих вафельных полотенца, да, обертываем вокруг себя. К этому времени должен быть подготовлен таз с горячей водой. Вот эта вода должна быть температурой не менее 75-80 градусов. Вот эта вода должна быть температурой 70-80 градусов. И уже, так сказать, вот после такого обертывания вафельными полотенцами, да, нам нужно провести само горячее обертывание. Но это в следующий раз. Ну а сейчас, как всегда, здоровья вам, всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok